Давайте еще раз вспомним о тех, кто нуждается в нашей поддержке, кто в нашем участии сделает все возможное, чтобы помочь этим людям с ограниченными возможностями своим поступком, своим добрым словом, с улыбкой всегда и пожелаем им огромного здоровья, жизненной энергии, благополучия и удачи. Под эгидой Дня инвалидов в Доме культуры «Октябрь» прошел театрально-музыкальный фестиваль, посвященный 75-летию битвы за Москву. Его название «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» выбрано не случайно. Это всем известные слова из песни защитников Москвы. Гимн тех, кто остановил фашистов, порой ценой собственных жизней. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам, родная Москва, дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной разгромим, уничтожим врага. В зале ветераны, дети войны, инвалиды, пенсионеры. Все они как будто оказались в далеком 41-м, когда на захват Москвы Гитлер бросил свои лучшие подразделения. Это зенитчицы. Они напоминают зрителям о том, что 20 тысяч девушек воевали вместе с мужчинами днем и ночью, охраняя небо столицы. Бой медленную кровью истекал, зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. В этот вечер на сцену вышли ребята из Одинцовского центра социальной помощи «Семья», дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и другие получатели социальных услуг. Они рассказали о подвигах Виктора Тололихина, 28-ми памфиловцев, Зои Космодемьянской. Много нас, миллионы нас, вот она родина, снежная, мглистая, блеск дорог, русская деревня, родные лица, мой народ, родина. Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног, это тебе победа. В этот день звучало много стихов и песен о защитниках столицы. В мае 65-го года, в честь 20-летия Великой Победы, а также за массовое героизм, мужество и стойкость жителей в борьбе с захватчиками, Москве было присвоено звание «Город-герой». Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.